Перечень видов деятельности, в отношении которых индивидуальные предприниматели 2023 года вправе уплачивать единый налог, значительно сократился. Из него исключены, например, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, равно как и услуги по их диагностированию, буксировке, оказанию технической помощи в пути. Это же касается предоставления услуг парикмахерскими салонами красоты, тату-салонами, а также деятельности в области грузовых и пассажирских перевозок. Услуг по перегону, перевозке, доставке из-за границы. Перечень видов деятельности, в отношении которых индивидуальные предприниматели вправе уплачивать единый налог, содержится в пункте 1 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь. Особое внимание стоит обратить на изменения тем, кто занимается деятельностью по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Ведь в данном случае единый налог с 2023 года станет для них обязательным условием. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 31 января текущего года. То есть за январь месяц мы уплачиваем по старым ставкам, за февраль и март первого квартала единый налог подлежит уплате уже по ставкам, установленным приложением 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь в редакции, действующей с 1 января 2023 года. Индивидуальным предпринимателям, у которых по их решению или по законодательству изменяются условия осуществления деятельности и меняется система налогообложения, следует в срок не позднее 31 января внести соответствующее изменение в налоговую декларацию по единому налогу и предоставить ее в налоговый орган. В частности, необходимо внести изменения в декларацию по единому налогу в части ставок. Как уже ранее говорилось, за январь текущего года применяются ставочки, действующие в 2022 году. За февраль и март единый налог подлежит уплате по ставкам, предусмотренным приложением 24 к Налоговому кодексу в редакции, действующей в текущем году. Данная норма касается также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в первом квартале 2023 года деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Те же индивидуальные предприниматели, которые изъявили желание отказаться от системы налогообложения с уплатой единого налога, вправе перейти на общий порядок налогообложения с первого числа любого календарного месяца первого квартала 2023 года. Продолжение следует...